29 декабря 1768 года манифестом номер 13219 Екатерина II учредила два банка в Москве и в Санкт-Петербурге. Следующий манифест от того же числа объявлял о выпуске в обращение ассигнаций номиналом 25, 50, 75 и 100 рублей. Вышеозначенные банки и должны были обменивать эти ассигнации на медные деньги и обратно. Один из мотивов введения бумажных денег была тягость медной монеты. Например, Михаил Ломоносов, получив премию в 2000 рублей за написание отдых в честь Елизаветы Петровны, вывозил ее, премию, конечно, на нескольких подводах. Общий вес гонорара составил 130 пудов. На 100-рублевой ассигнации, до сих пор считающейся одной из самых красивых банкнот мира, помещался портрет самой Екатерины. За одну качку в конце 18 века можно было купить 55 бутылок безусловно вредного, но такого необходимого атрибута встречи Нового года – шампанского. Впрочем, основная масса населения России того времени, включая и земли Новороссии, даже не подозревала о существовании такого напитка, предпочитая тратить кровно заработанное на более насущные цели. 29 декабря днем в нашем регионе переменная облачность. Температура воздуха около 0 градусов, юго-восточный ветер 6-9 метров в секунду. Ночье направление и скорость ветра не изменятся. Температура воздуха – минус 1 градус, облачно.